Малое и среднее предпринимательство, особенно связанное с питанием, с магазинами, с кафе, с какими-то местами, где люди могли бы собираться, они были государством, практически приостановлена их работа в течение всей пандемии и сегодня, по сути дела, продолжаются эти запреты и на сегодняшний день еще по настоящее время не вышли они на ту работу, на тот уровень работы, который был до пандемии. Фракция Компартии в законодательном собрании на двух сессиях законодательного собрания еще в прошлом году, год назад, выходила с четырьмя законопроектами для того, чтобы поддержать местных предпринимателей, те, которые пострадали в результате пандемии в связи с решениями государственных органов о запрете деятельности таких предприятий. К сожалению, исполнительная власть, Единая Россия, исполнительная власть во главе с губернатором, тогда он был исполняющий обязанности, категорически выступили против того, чтобы принять эти четыре закона, которые бы хоть как-то чуть-чуть помогли предпринимательству. Поэтому вот те пикеты, которые были в свое время перед нашим серым домом, вы помните с виселицей, тот пикет, который был возле Кремля буквально недавно, это абсолютно оправдан, потому что предпринимательство, это тысячи и тысячи людей, десятки тысяч, это их семьи, которые остались в результате действий государственных органов без средств существования, они, конечно, абсолютно правильно и справедливо возмущаются, что им не дают работать, им не помогают. А тут вдруг губернатор принял решение для американской компании, головной компании, причем даже, так сказать, специальный закон поручил депутаты, чтобы приняли. То есть депутаты свои собственного мнения не имеют на этот счет, а им поручено, чтобы они приняли закон. Это вообще другой орган власти, я думаю, что Игорь Иванович тут немножко запутался, он свои решения должен принимать, или уж, по крайней мере, обратиться к каким-то депутатам, чтобы они там рассмотрели это предложение, а не в виде поручения. Это первое. Второе, значит, на фоне того, что нет никакой поддержки ни малому, ни среднему местному предпринимательству, вдруг безо всякого конкурса отдавать земельные участки, там, помещения, для того, чтобы американская компания здесь пришла работать. Пускай работают на общих основаниях. Во всех городах, где они пришли работать, они пришли, покупали помещения, на конкурсах покупали земельные участки, участвовали в конкурсе. А тут что за такое место? Своим ничего, а чужим все, как говорится. Это вот генерал Франко, значит, в Испании, до войны еще, вот, Великой Отечественной, у него был лозунг, своим все, а чужим закон. Вот это очень похоже. Редактор субтитров А.Семкин